Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать LTS, Advanced, Academic, C1, что там еще. Ссылка на книгу в описании видео, ссылка на скрины и на первую часть также в описании видео, это уже вторая часть. Итак, в то время как порядок слов в случае использования прилагательных показывающих цвет варьируется, они в основном или в подавляющем большинстве случаев используются в позиции перед существительным, например, синяя чашка. Другими словами, прилагательное стоит перед существительным, которое оно описывает. Вот это while, я его перевела как в то время как, но здесь это не совсем правильно, потому что здесь по сути противопоставление. Здесь можно его спокойно заменять словом though, хотя это не вполне очевидно, конечно, мы привыкли, что while это время действия или, скажем так, период действия, но while может также использоваться как противопоставитель, то есть это по сути although и though, это его аналог. Далее, вот это вот tirada, what order for color adjectives, ну varies это действие. Здесь можно, конечно, дословно попробовать порядок слов для цветных прилагательных, понятное дело, что это какой-то бред. Из-за английского порядка слов нам приходится фантазировать. И обращаем опять же внимание на предлоги for, значит, порядок слов с какими конкретными словами. Если у нас вот такая комбинация, нам нужно for, не of, ни в коем случае. Далее, they are used, понятно, overwhelmingly, вот это очень хорошее слово. Это для того, чтобы mostly не говорить. Или in most cases. И далее, pre-nominal position. Пре-номинал, это значит перед существительным стоит. Это тогда, когда у нас вот такое. У нас некое слово, ну здесь у нас прилагательное. А дальше noun. И вот это дело, вот это и есть pre-nominal position. То есть, когда слово характеризует другое слово и стоит перед ним. Ну и дальше, слава богу, дано объяснение. Поэтому даже если ничего не понятно здесь, можно посмотреть по предложению. Значит, вот это eg, это for example. Не надо его бояться. Это латинское. Exempli, grazia, на самом деле. Вот откуда две первые буквы. И это for example. Если даже мы не знаем, что такое example и grazia, можно его не говорить, можно for example говорить, и никаких проблем не будет. И g лучше не говорить, естественно. In other words, вот это очень хорошее тоже выражение другими словами. То есть, когда мы одну и ту же мысль повторяем дважды, перед вторым повторением лучше поставить in other words. Можно по-другому that is to say. Тоже вариант, и это, в принципе, его синоним. Значит, дальше adjective comes, обращаем внимание на само выражение, что не stays, не stands, как мы любим говорить, что прилагательное стоит перед существительным. Не стоит. Это стол стоит на полу. А прилагательное приходит, как бы, вот в английском должно быть comes. Иногда еще sits можно встретить. Ну и далее, the noun is describing. И это в смысле adjective. Это вот это. This is in contrast to post-nominal position. For example, quote-unquote, the cup is blue, where the adjective comes after the noun. Это противоположность постноминальной позиции. Например, чашка синяя, когда или где прилагательное, находится после существительного. Ну, здесь все лежит на поверхности. Post-nominal position. Вот у нас ему объяснение. It seems that the difficulty children have may not be caused by any unique property of color or indeed of the world. Кажется, что трудность, которую испытывают дети, может не быть вызвана каким-либо уникальным свойством цвета или же окружающего мира. It seems, кажется, это безличное предложение, но можно и так делать. Можно сказать, the difficulty children have seems not to be caused. Тоже можно, но здесь хотели и may поставить, и it seems поставить. То есть, кажется, это предположение с достаточно большой долей неуверенности, поэтому не стоит серьезно к этому всему относиться. Далее. Здесь have относится к children, то есть children have, а вот это may not be caused относится к difficulty. То есть, вот это children have, оно уточняет difficulty, на самом деле. То есть, трудность. Какая трудность? Которую дети имеют, если дословно. А далее у нас пассивная конструкция, модальный глагол плюс отрицание, плюс еще пассивный infinitive. И далее by any unique property of color. Очень логично, это агент действия, он с by стоит. Обычно так и есть. Далее unique property. Property здесь не частная собственность, естественно, и не недвижимость. Это feature, то есть свойство. Property имеет еще такое значение. Вот это indeed вообще можно игнорировать и никак не переводить, но если сильно хочется, можно сказать или даже. Это просто усилитель, не более того. Вот это of color и of the world соединены вот этим вот indeed. Едем дальше. Так, и дальше у меня пропущена одна строчка. Сейчас впишем. Rather, it may simply come down to challenge of having to make predictions from color words to the objects they refer to, instead of being able to make predictions from the words of objects to the color words. Ого, как интересно. Скорее, это просто может сводиться к трудности, когда вы должны делать предсказания, основываясь на словах, показывающих цвет, к предметам, к которым они относятся, вместо того, чтобы иметь способность или иметь возможность делать предсказания от мира объектов на цветные слова или слова, показывающие цвета. Ну, в общем, нужно еще раза три прочесть, чтобы понять, о чем идет речь. Итак, что здесь интересного? Вот это rather, несмотря на то, что обычно rather – это усилитель какой-то, такой модифайер, достаточно второстепенное слово, здесь это слово очень важное, потому что, во-первых, оно стоит в начале предложения, отделено запятой, а так ведут себя только sentenced verbs и commented verbs, то есть те наречия, которые относятся ко всему предложению целиком и показывают как бы точку зрения, с которой это все говорится. Либо, как вариант, они связывают предложение с предыдущим, и здесь именно вот этот последний случай. Rather привязывает вот эту всю тираду к предыдущему предложению, а в предыдущем предложении о чем была речь? Что дети имеют трудности не из-за свойств цвета и не из-за свойств мира. А из-за чего тогда они имеют трудности? И вот это из-за чего, вот это раза и есть мостиком. Скорее всего. И дальше вот это it – это вот это difficulty. Simply могло не стоять. Come down to – сводиться к чему-то. Очень хорошее выражение. Короче, по-другому говоря, быть, являться. Значит, вся эта трудность может, просто, может. Здесь обращаем внимание, предположение. Это не есть истина какая-то стопроцентная. А далее к чему? К challenge. Challenge – это трудность, это difficulty. То же самое, другими словами. И далее challenge какого рода. Обращаем внимание на off. И вот дальше надо фантазировать, потому что нам очень тяжело от действия образовать. Здесь герундию у нас. Поэтому надо фантазировать. Трудность того, что приходится делать предсказание или предположение. Prediction может быть и предсказание, и предположение. И так и так правильно будет. А далее очень интересные предлоги. From у нас стоит. Что-то, что-то. К чему-то, чему-то. Что это значит? Это значит предсказание, основанное на словах, показывающие цвета, относительно объектов, к которым они относятся. Они – это в смысле predictions, а не color words. Predictions refer to. Соответственно, может быть такое. Prediction. From something to something. Нам нужно сказать сначала to something, предсказание чего-то, сначала вот это, и, соответственно, to, а потом уже на основании чего-то, или основываясь на чём-то. Это вот это from something. То есть интересная такая фраза. From something у нас from color words. То есть, получается, мы делаем предположение на объекты, на основании слов, показывающие цвета. А вот это they refer to – это у нас относится к object, какого рода объекты. Иными словами, можно было сказать the object that these predictions refer to. То есть объекты, к которым относятся эти предсказания или предположения. To у нас относится к объектам. Даже было бы лучше вот так это сделать. Через that. Здесь можно that, можно which поставить. Тоже правильно будет. Теперь далее. Это ещё не конец. Instead of being able. Вместо способности. Здесь именно способность, а не возможность. И далее возможность что? Делать предсказание или предположение, основываясь. Делать предсказание или предположение. И дальше работает вся та же самая схема, которая была выше. Make predictions. Далее перепрыгиваем сюда. To the color words. То есть предположение слов, показывающие цвета. А далее на основании мира объектов. Ну окей. Посмотрим дальше. Будет объяснение. Может, что-то станет понятно. To illustrate the word chair has a meaning that applies to the somewhat varied set of entities in the world that people use for sitting on. Например, слово стул имеет значение, которое относится к довольно-таки разнообразному множеству сущностей в этом мире, которые люди используют для того, чтобы на них сидеть. Вот как красиво можно написать. Кстати, вот эта вся лексика, которая здесь, она бесценна для того, чтобы писать потом эссе. Особенно academic level. А это academic level. Вот это ответ на вопрос, откуда брать все эти умные слова и выражения. Вот из этих текстов их и брать. Значит, has a meaning, значение. А далее. That applies to. Которое относится. Даже которое относится к. Потому что to это к обычно. А далее. Somewhat varied set. Как это понимать? Somewhat можно сказать, что это rather. Или quite. Потому что rather и quite в academic style считается не самое лучшее слово. Его надо заменять. Вот нам заменитель. Varied это тоже самое various. Ну а set это множество. Можно сказать класс. Если угодно. Класс предметов. Это еще не все. Далее у нас set of entities. Entities это objects. По-другому говоря, things. Вообще entity очень хорошее слово. Относится буквально ко всему чему угодно. Далее. В этом мире. Тут такое дело. Это вообще можно было бы не говорить. Далее. Z это которые. Это в смысле entities. Которые. Ну и далее. Люди используют для сидения. На. Вот так можно. Можно ли было просто сказать for sitting? Можно. Конечно можно. Но почему здесь поставили он? Потому что речь идет о стульях. Мы не просто сидим. Мы сидим на стульях. Потому что сидеть можно еще верхом на лошади. Допустим. Сидеть можно на корточках в конце концов. Еще как-то сидеть. Но в общем не обязательно на стуле. Chairs have features such as arms, legs and backs that are combined to some degree in a systematic way. They turn up in a range of chairs of different shapes. Sizes and ages. Стулья имеют элементы. Такие как подлокотники, ножки, спинки. И они соединяются или комбинируются до определенного степени систематически. Они могут быть в стульях разных форм, размеров и возраста. Вот как можно абстрактно говорить о вполне реальных вещах. Итак. Features. Чем это можно заменить? Elements, естественно. Далее. Arms. Не надо вестись на руки. Это не руки, понятное дело. У стула есть подлокотники. Здесь нужно понимать, что имеются в виду не только обычные стулья, но очень часто это и офисные стулья, и то, что мы креслом, в принципе, называем. Офисное. Это тоже chair, может быть. Поэтому не надо смущаться подлокотниками, ножки, спинки понятно, а далее которые соединяются до определенной степени систематически. Вот как красиво. А по-другому говоря, можно было сказать the dark combined systematically или the dark combined more or less systematically. Это тоже правильно было бы. Вот это to some degree. Это очень-очень формально и академично. Это more or less. Далее. Turn up. Ну, конечно, можно сказать появляться, но можно просто проигнорировать, а можно сказать находиться. Здесь в конце концов are можно было поставить, тоже правильно было бы. Едем дальше. It could be said that children learn to narrow down the set of cues that make up a chair in this way they learn the concept associated with the words. Можно было бы сказать, что дети учатся сужать набор признаков, которые описывают стул. И таким образом они учатся или изучают концепцию, которая ассоциируется с этим словом. Обращаем внимание, что у нас текст просто кишит модальными глаголами. Особенно там, где начались все эти гипотезы из Стэнфордского университета. Было уже may, было might, теперь у нас could стоит. И еще раз it. It у нас было где-то вот буквально только что. Такой прием позволяет нам в принципе высказать любую ахинею, какая только нам придет в голову, все что угодно. И очень это будет все красиво, презентабельно и солидно. И даже не надо ничего особо выдумывать. Вот достаточно поставить такую структуру, дальше Z, а дальше пойдет та мысль, которую мы хотели бы сказать. И это будет очень формал, очень академик. Далее, learn to ясно. А дальше что-то очень-очень страшное. Значит, я, наверное, это даже выпишу. Narrow down the set of cues. Значит, cue, надо бы cue это выписать тоже отдельно. Cue в данном случае это признак. Это не подсказка и не намек, это признак. У cue все значения популярные, поэтому нужно смотреть контекст. Теперь, если это перевести более-менее дословно, получается так. Сводить к минимуму. И далее набор свойств. Поскольку мы говорим о свойствах стула. Вот это сводить к минимуму, это narrow down. Откуда вообще это выражение происходит? Это из математики. Это округлять. Причем округлять в меньшую сторону. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас такое вот число, то мы его narrow down до вот такого. Вот это и будет narrow down. Поскольку the set, по большому счету, это количество, в математике это множество обычно. Это тоже достаточно математический такой термин. Это множество, это выборка, можно сказать. Ну, то есть, ограничить выборку. Свести ее к самому главному, скажем так. А далее, которые составляют стул. Понятное дело, что они его не составляют, но они его как бы образуют. Здесь не совсем в обычной роли мейкап. И далее, in this way, таким образом. И я перевела, как изучают. Но вообще-то здесь узнают, надо правильнее сказать. Узнают концепцию, которая ассоциируется с этим словом. Здесь очень красиво, конечно. Вместо concept могло быть idea. Это тоже было бы окей. On the other hand, color words tend to be unique and not bound to any specific co-occurring features. There is nothing systematic about color words to help cue their meaning. С другой стороны, слова, которые показывают цвета, получаются уникальные и не привязанные к каким-нибудь специфическим сосуществующим элементам. В словах, которые показывают цвета, нет ничего систематического, которое помогало бы или помогает подсказать их значение. Вот здесь уже cue как подсказывать. On the other hand, с другой стороны, ну это мы, допустим, знаем, далее вот это. Color words tend to be unique. Что это за tend to? Это linking verb. И более того, его вообще можно игнорировать. Здесь могло бы turn out, здесь могло бы turn up. Они почти все одинаковое значение имеют. И далее вот это unique и not bound, оно как бы привязано всё к to be, в принципе, так и есть. И далее не привязано к каким-то co-occurring features. Было бы лучше сказать, это сопутствующие признаки или сопутствующие элементы. Вот так, наверное, лучше будет. Здесь главное в буквах не запутаться, потому что два c, а потом ещё два r. Далее нам нужно перепрыгнуть сразу на color words, потому что there is state. А мы помним, что когда у нас there is в начале предложения, можно начинать переводить с чего угодно. Главное не начать с there is. И поэтому ничего систематичного нет в color words. Можно с is начать, можно с color words начать, как угодно. В любом случае обращаем внимание на предлоги, что здесь about должно быть, а не in или at или ещё там чего-нибудь. Это очень характерное такое, ну как бы это сказать, слова, показывающие цвет, не о систематичности или не про систематичность, ну как модно нынче говорить. Но само выражение хорошее, его можно запомнить. И далее, чтобы что? Чтобы помочь подсказать их значение. То есть если ножки стула, ручки стула, это обязательно в стуле будет, то вот не факт, что стул будет синего цвета. Он может быть и оранжевым, в принципе. Никакой гарантии нет, что все стулья оранжевые или стулья все зелёные или синие. Вот о чём здесь идёт речь. Поэтому ребёнку очень тяжело понять цвет вообще, для чего это и что это такое. Their meaning – это, собственно, color words. Вот чего meaning здесь имеется в виду. В речи, которую взрослые адресуют детям, прилагательные, показывающие цвет, появляются перед существительным примерно в 70% случаев. Значит, direct at – обращаем тоже внимание на предлоги – адресовать детям. И далее occur, то есть happen, по-другому говоря. Опять predominantly, в скобках объяснения, чтобы долго не говорить. И далее around 70% of the time, если дословно примерно в 70% времени. Но здесь имеется в виду of cases, случаев, то есть случай применения color words. Вот 70% случаев оно перед словом. И детям, естественно, непонятно. This suggests that most of what children hear from adults will, in fact, be unhelpful in learning what color words refer to. Это показывает, что большая часть того, что дети слышат от взрослых, будет на самом деле бесполезна в изучении или в познании того, к чему относятся слова, показывающие цвет. Итак, здесь suggest – это, естественно, не предлагать. Я бы сказала, что это говорит о том, что вот так вот. Это длинно, конечно. И далее вот это most of. Дальше мы ожидаем увидеть существительное. А у нас what стоит. Что это такое? А дело в том, что нашим существительным здесь является вот эта вся тирада. То, что дети слышат от взрослых. Ну, я не знаю, как по-другому это сказать одним словом. Ну, вот автор, наверное, тоже не знал. Поэтому он написал вот такое. Из этого мораль, когда мы видим какие-то слова, которые обычно перед существительными стоят, не факт, что дальше будет существительное. Там может быть целая фраза, оборот может стоять, герундий может стоять, или даже как здесь целый клоус. Далее will, а далее почему-то запятая. Запятая, потому что in fact сюда влазит, он в запятых. То есть его можно выбросить, и от этого предложения ни холодно, ни жарко будет. На самом деле. То есть будет на самом деле бесполезно. Ну, я перевожу бесполезно, useless. Хотя здесь не useless, конечно, но суть здесь именно useless. Ну, потому что непомогательный, как это вообще? И далее обращаем внимание опять на предлоги. Кстати, подлежащим у нас является целое предложение. Окей, почему бы и нет. И далее вот это what, это то, к чему относятся color words. То есть сначала то, а потом мы сразу должны перепрыгнуть сюда и сюда. И только в последнюю очередь переводить color words. То есть вот это, потом вот это, потом вот это, а потом уже вот это. Здесь правильнее будет говорить не то, к чему относятся, а то, чего значат. Вот так лучше. Наверное, я так и напишу. То есть what это то, то что точнее. Далее, color words это вот это у нас. Арифея ту это вот это. Ну, окей, еще немного. Чтобы изучить эту идею глубже, команда исследователей рекрутировала 41 англоязычного ребенка или английского ребенка в возрасте между 23 и 29 месяцами и провела эксперимент на три стадии. Значит, to explore this idea further. По-другому говоря, to study или to investigate, можно еще. Можно deeper сказать. Тоже правильно будет. Recruited, рекрутировала, ну, как угодно, привлекла. Здесь involved, по-другому говоря. И провела, carried out. И далее three phase experiment. Three phase в данном случае, естественно, прилагательное. It consisted of a pre-test followed by training in the use of color words and finally a post-test that was identical to pre-test. Он состоял из предварительного теста, за которым следовало обучение в использовании цветовых слов и, наконец, финальный тест, который был идентичен вступительному тесту. Consist of, обращаем внимание на предлоги, it, это эксперимент. Далее, followed by training. Претест какой? За которым следовало обучение. Обучение чему? Обращаем внимание тоже на предлоги. И обращаем тоже внимание на предлоги здесь. Identical to. Идентичный кому чему. Каждый раз, когда кому чему возникает, обычно to используется. The pre- and post-test materials comprise six objects that were novel to the children. В материалах предварительного и финального тестов использовали шесть объектов, которые были новыми детям или новыми для детей. Вот это novel, это new на самом деле. Не надо его бояться. Далее, comprised. Comprize – это по-другому contain. Но contain только что было где-то. Буквально только что я его видела, сейчас не найду. А еще можно его понимать как consist of. Это то же самое. Но чем хорош comprise и contain, здесь предлог не нужен. А consist надо предлог. There were three examples of each object in each of the three colors. Red, yellow and blue. Было три примера каждого объекта и каждой трех цветов. Красный, желтый и синий. The objects were presented on trees and in both tests the children were asked to pick out objects in response to requests in which the color word was either a pre-nominal, which is the red one, or a post-nominal, which one is red. Объекты или предметы показывали на подносах в обоих тестах и детей просили взять объект или предмет в ответ на просьбу, в которой цветовое слово было либо перед существительным, либо после существительного. Здесь у нас пассивы, что делает предложение, конечно, неудобоваримым. Were presented on. Можно по-другому сказать were placed on. И were put тоже можно, учитывая то, что это объекты. Tray. Это поднос. Или поддон еще может тоже быть. Далее опять passive voice. Were asked. Далее to pick out objects. Я перевела как поднять. Я уже не помню, как я перевела, честно говоря. Pick out. Это выбрать. То есть choose, короче. И далее в ответ на. Вот это классное выражение. И далее either or. Или или. Ну и вот здесь я наконец-то остановлюсь. Скриншот всего этого по ссылке в описании видео. Ссылка на книжку также в описании видео. Ссылка на первую часть в описании видео. Короче, все в описании видео. Если вам этого мало, добро пожаловать на Patreon. Там таких текстов много. Самых разных и неадаптированных. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok